Ой, ребятки, всем привет! Рада вас приветствовать! Сегодня я тоже утром собиралась на дачу ехать, но... Вчера, вернее, планировала, но не поехала. Сегодня день отдыха, день отдыха для моей ноги. Ребят, что-то случилось с ногой. Боже, что у меня вчера было? Ребята, такое ощущение, что болит кость в самом низу голени. Может быть, какое-то растяжение, но вроде как не мышцы. Ну, в общем. И до того у меня боль усилилась, что... Я не знала, что делать. Я не знала, куда мне эту ногу засунуть. В общем, ходить не могла, даже тянуть за собой. Я ее не могла даже поднять от земли. Боль чем-то похожа на... Может, это какой-то нерв или что? Боль очень похожа, как вот зуб болит, на зубную острую боль. Муж говорит, так, ложись, давай на что-то ногу вверх, типа, подними. Начали поднимать. Нифига, болит. Я уже терпеть не могу. Ой, еще Альма мне вчера эту ногу зацепила. У меня она как куда-то треснула. Ой, короче. Не могу даже объяснить, описать, потому что это первый раз такое. Короче, он говорит, прими какое-то положение такое, где тебе легче. Я говорю, нигде не легче. Короче, в общем, вчера выпила я невесила, обезболивающее. И через полчаса у меня боль прошла. И по сей час. Уже время 12 часов дня следующего. Я могу ходить. Вот. Но при надавливании кость болит. Но ходить могу. В общем, мы думали утром ехать в больницу. Вот. В общем, я проспала до часов 10 утра. Кайфанула, что нет боли. Выспалась хорошо. Вот. И в итоге никуда мы не поехали. Я не поеду. Знаете, как бывает, блин, еще когда-то в молодости. Зуб болит, болит. Хоп. Зуб прошел. Ты не идешь к стоматологу. Так и здесь. Боль прошла. Вот. Решила еще пока последить. Еще пока ничего не делаем. Так. Надо приготовить ужин. Что готовить? Смотрите. У меня есть вот такие вот кусочки курицы. Они такие с косточками, но на них мясо. Я даже не знаю, как эту часть назвать. Вот. Косточкой на ней мясо. Вот такие кусочки. Вот. Что я хочу сделать? Я хочу на сковородке сначала их поджарить. Так. Сейчас сдам на сковородку. Сначала их поджарить. Потом их, наверное, вытащить со сковородки. В этом же масле пожарить лук и морковку. Потом вернуть туда курицу. У меня есть сметана лежит без дела в холодильнике. Там немножечко пачечки осталось. Добавить сметаны и все это дело под крышкой протушить. И к вот этому всему, всему оно будет тушеное в подливе, я бы хотела гречку. Ну, сначала он будет потом, муж вернется, у него спросить. Либо рис, либо гречка, либо ячневая крупа, либо макароны. Ну, вот что-то. А, хотя у нас пюре осталось. Там, наверное, порции две. Слушайте, так пусть они едят пюре, а я гречку сварю в мультиварочке. Наверное, так и делаю. Так, мясо я промыла. Вот оно тут у меня стекает. Сковородка разогревается. Она долго будет греться. Тем временем тогда, я вчера это хотела приготовить. Но мне вчера так болело на гашу, я все бросила. И у меня лук со вчера стоит вот начищенный. Вот я его сегодня и нарежу. У него повылазили. Он типа подсох за ночь. Не в холодильнике стоял, просто на столе. У него какие-то запчасти тут повыскакивали. Какие-то пиптики у него. В общем, такие какие-то приключения непонятные с ногой. Что это такое? Я кажу, может, это уже старческое уже. Не знаю. Это мне сейчас смешно. А вчера я прям чуть-чуть, вот буквально еще бы вот чуть-чуть-чуть, и я бы ревела. Такая боль была. Капец. А я еще легла, Альма мне прыгнула на эту ногу. Я как закричу, а вот уже в ванной выскочил. Что случилось? Я а-а-а-а. Что случилось? Альма задела, капец. И она еще сильнее начала болеть. Ой. Да, вот такие дела. Беда прям. А я себе планировала, что я сегодня пройдусь пешочком на дачу, прогуляюсь. Да, на улице холодно, но хотя бы солнышко, хоть чуть-чуть еще красоты посмотреть. А и так дела на даче стоят, они же без меня не сделаются. Вот, думаю, пройдусь, тепленько оденусь. Понимаю, что нет. Легче стало, мне сегодня нужен, в принципе, хотя бы день покоя. Ну, как покоя, по квартире я чуть-чуть хожу, оно сейчас вообще не болит, только если надавливаешь. Ну, минимум надо движение, я пока же говорю, не знаю, что это такое. Надо поберечь ногу. Вот такие дела. Так, что? Не зря мы перекрыли на даче воду, потому что сегодня под утро, часов, наверное, 4-5 утра, муж рано встает. Кажется, глянул на градусники, а там 0 на градусник. Там 0 градусов. Хорошо, что водичку мы перекрыли. Ну, муж перекрыл. 0 было, все. Первые заморозки пошли. Мы по-прежнему без отопления. Ребята, я поставила, на самом деле у меня тут стоит конвектор. Включен он, правда, на пол мощности. Он 1,5 кВт, а на пол мощности включила 750 Вт, получается, работает. Вот, ну, не сильно обогревает. Я дверь тут закрыла, чтобы хоть чуть-чуть тепло нагнать. Холодно, не хочется с постели вставать. Хотя, вроде бы, ну, на самом деле, сейчас уже градусник показывает 20 градусов здесь, в кухне. Но мне как-то прохладно, все равно. Вот, и второй конвектор поставила. Намотаем электричество, конечно. Второй конвектор поставила у Лены в комнате. Тоже на пол мощности. Он 2 кВт. Вот. Ну, сейчас плитку подключаю, мультивальку подключаю. Немножечко здесь, наверное, нагреется. Горячей воды по-прежнему нет. Отопления по-прежнему нет. За окном я вижу, как техника работает. Вчера мы приехали, вырыли котлова. И всегда, каждый год на одном и том же месте оно прорывает. И каждый год этот котлован вырывает яму. Вот. И вчера они, походу, не успели, потому что они разрыли. Рано темнеет и все дела. Сегодня прям с утреца уже работают. Что-то там делают. Очень надеюсь, что к вечеру хотя бы сделают этот сам. Хотя бы воду горячую, чтобы дали. Так. Лук нарезала. Дальше морковку я добавлю. У меня морковки чуть-чуть. Ладно, почищу ножом, чтобы экономку не мыть потом. Тут кусочек маленький. Морковки добавлю. Будет такой ужин. На обед есть суп готов. Я сейчас кушать приготовлю. И пойду тогда... Ой, сяду. Поработаю. На это сегодня убью свой день. Ну а что делать? Тоже надо. Так. Нарежу я, наверное, соломкой. Можно было бы на терке. Мне очень понравилась эта терка, которую я в Авроре купила. Так что рекомендую, если где в Авроре встретите. Хорошая терка. Она острая. Классно натирает. Много разных насадок. Кто не видел, сейчас я вам покажу. Можешь скажу, Юля, о чем ты говоришь? Покажи. Вот такая вот терка. Смерные насадки, которые здесь вытаскиваются в сторону. Их еще в комплекте... А, хоть раз смотреть. Да, тут крупная. Типа для корейской крупная. Вот она такой же соломкой, как я сейчас порезала. Она примерно так же нарезает. Потом есть для корейской моркови такая, какая она должна быть. Более тоненькая. Потом вот это, я так понимаю, для шинковки капусты. Тоже классно. А вот это, какая-то пластиковая, просто с зазубринами, мне кажется, для этой. Картофель на драники, например. Или яблочко-фюрешку. Вот так вот так. Классная терка, хорошая. Не охота ее пачкать. Кусочек я нарезаю. Ой, много людей сейчас болеют. Вот это начинается осень, первые холода. И бациллы разные летают в воздухе. Люди заражают друг друга. У меня у сестры семья заболела. Болеют сейчас. Ну вот, Лена мне вчера тоже пришла. Летит, мама, что с вами как-то насморк, носоглотки, что-то першит. Я говорю, так, ты что? Да надо. Ну, вроде как ничего. А там посмотрим. Оно обычно к вечеру все усугубляется. Не дай бог заболеет. Вот. Уже тепло одеваться. А ну, знаете, молодежь не заставишь. Ни шапку надеть, ни куртку надеть. А у меня теплая комфия. Давай кофта, кофта продуваю. Давай куртку надеть. Ну, короче, знаете, как молодежь. Мы ж тоже такие были. Мама шапку надела, а мы с подъезда вышли. Шапку в карман или в сумку и все. И на этом заканчивается. Тоже такие были. Дурник. А сейчас уже кутаемся, закутываемся все. Уже что-то соображаешь. Надо закутаться, чтобы не болеть. Вот. Ну и как-то так. Так, надо, чтобы она хорошо-хорошо разогрелась. Вот. И этот самый. И все. А хочу себе сковородку. Я не знаю, ребят. Такую же, как на даче, хочу сковородку. Прикол. Кстати, я не первый раз замечаю, что я что-то куплю на розетке. Вот сковородка. Я ее покупала за 680 или 670. Ну, бы сказать, 680 гривен. Вот я ее купила. Она в ней проехала, там все дела. Ну и этот самый. Я захожу буквально через день. И то, потому что зрители у меня спрашивают. Юля, дай ссылку на сковородку. Я захожу, чтобы дать ссылку. У меня в корзине она так и лежит. 680. Я ее купила. Я ее оплатила. Там наложен платежом. Все дела. Вот. Открываю по этой ссылке эту страничку, чтобы дать человеку, да, скопировать, дать ссылку. Вот. А она там уже 790. Не 680, а 790. И так вот постоянно. Стоит мне что-то там купить, и цена, хоп, и вырастает. Точно так же с этими лампочками вышла. Меня спрашивают ссылку. Я покупала 125. А она до сих пор в корзине у меня лежит 125 гривен. Ну, там оно зафиксировано. Там сохраняются все мои покупки за все годы. Вот. Открываю по ссылке уже 199. Эти лампочки на зеркало. Вот. И я бы хотела себе такую же сковородку, как у меня на даче. И вот думаю, может быть, не париться забрать ее с дачи, да и все. А что, я там уже не готовлю. На крайняк старенькая сковородка там есть. Наверное, так и надо сделать. Потому что 790 уже вроде до, почти, плюс доставка, уже там гривен под 900 выйдет. Что-то дорого для сковородки. Такое, что нужно и необходимо. Весы надо забрать. Сковородку надо забрать. Скороварку надо забрать. Чего она там стоит? На холоде, на морозе. Зачем? Потом эти же, я не забирала еще, ребята, аккумуляторные эти штуки все. Все это триммер аккумуляторный, пила аккумуляторная, маленькая, ручная. Секатор аккумуляторный. И опрыскиватель аккумуляторный. Но можно как бы не их именно забирать, не эти приборы, а сами аккумуляторы вот эти вот. Забрать сюда, в квартиру, в тепло. Вот. Кроме, а опрыскиватель придется полностью везти, потому что там зарядное устройство встроено внутрь прям этого опрыскивателя. Он у меня скольки там, 10-12 литровый, не помнит. Вот. Надо все это позабирать. Так, слушайте, иначе такая горяченька уже. Я наливаю масло. Я сама что-то немножко с насморком. Ночью из-под одеяла прям неохота даже ногу высовывать. Холодно. Я же говорю, полгорода с отоплением, а полгорода вот мы ждем, ждем. Там люди пишут в своем группе, там, да ладно с отоплением, мы там конвектор включим, вот, а этот, хотя вы горячую воду дайте, потому что у нас город привык, у нас всю жизнь всегда горячая вода, ну, была и есть, и этот самый. У нас нет бойлеров ни у кого. Так, надо, чтоб хорошо нет. Там нет, она вроде разогрелась. Так, выкладываю всю курицу, вам, наверное, не видно. Она сейчас брызгать будет, потому что я, блин, ее помыла. Ну, она вроде стекла, но где-то сейчас влага на раскаленное масло будет попадать. Так, мне надо, чтоб она одним слоем вся поместилась, чтоб я с ней не возилась тут. Опа. Это будет тушеная, сметанки, нормально все. Сейчас она мне забрызгает, потому что все на свете. Так, надо поместить. А, блин. Не надо резко двигаться. Нога дергается. Ой, она чуть-чуть прилипла. А-а-а. Сейчас поместим все. Наверное, недостаточно разогрелась все-таки. Так, все нормально, пусть поджаривается. Так, а сметана, как раз она лежит, надо ее использовать. Что-то, что-то испортится. О, да тут, блин, почти полная упаковка. Нифига себе. Эти сметаны. И все тут, видите. Я чуть-чуть на что-то использовала, и все. Она лежит без дела. Так, и в мультиварку поставлю гречку. Так, и в мультиварку поставлю гречку готовиться. Так, в мультиварке, так, это сухой стакан, значит, да. Отмеряю стаканчик. Ой. А, там уже теплее тут становится. Сейчас посмотрим. А, между 21 и 22. Ну, уже лучше. Можно даже его переключить, знаете, чтобы он, там, ручку крутишь до челчка, и он тогда будет работать то включаться, то отключаться. Наверное, он уже там сделает, и будет какая-то экономия. О, еще вот ногу. И, блин, в комнате, в комнате переключить надо. Так, я беру, я измеряю себя стаканом. Беру стакан гречки. Ой, блин, надо, знаете, что значит забрать? Надо посмотреть в Авроре, я что-то не вижу таких мисочек. Помните, мне прислали? Короче, мисочка, она вроде мисочка. А сбоку, вот здесь вот идет, отверстие. Очень классно промывать крупы. Так, а может, у меня сито есть? Это маленькое сито. Ой. Вот шо-шо, но я еще не убралась. Вот в этом ящике убралась верхнем, а в среднем и нижнем еще ничего не делала. Не убирала. И тут все навалено. О, да нет, она маленькая. А больше у меня нет. На даче оно. Тут тоже все на даче, понимаете? Ну ладно. В тарелочке промывать я не люблю просто в тарелочке. У меня того сито так не хватает, потому что на даче у меня. Давай гречку. Бывает, что такая чистая гречка. Хотя одной фирмы всегда покупаю. А бывает, что у меня, ой, у меня раз было, вообще даже на видео, по-моему, снимала. Вода черная. Шо с ней такое, не знаю. По-разному. Это стаканом речки с головой. Так, хорошо, пойдет. Так, что тут у меня? Так, оно варится, а не жарится на этой плите. О, кстати, муж мне привез масло мое ароматное. Так, это у меня второй день падает этот человечек. Я его никак не могу... У меня он на иголочку цепляется, ребят. Я его никак не могу никуда прицепить. Я за обои цепляю, а оно прорывается. Вот, начали сито. Так, мультиварка, мультиварка. Мультиварка, мультиварка. Ну вот, да, я поставила, конечно, под телевизором ее. Что оно будет паровать. Но я сделаю вот так вот. Максимально отогрину вот так сюда. Пылью припылилась. Чтоб вот тут пар сюда зашел. И все. Так, высыпаю сюда гречку. У меня, видите, вроде тут мультиварка есть, но на даче у меня скороварка. Это разные вещи. Разные. Так, и сюда теперь, я вам уже говорила, в скороварке я готовлю один к двум. Я бы насыпала один стакан гречки и два стакана воды. Но это мультиварка, и она выпаривает очень быстро воду. Вот, ее не хватает получается. Поэтому на один стакан гречки я добавляю три стакана воды. Теперь нужно сюда добавить соль. Немножко. И добавляю, мне нравится так, специя вот эта вот, 12 овощей. Вот, и еще я сюда, ребята, добавляю сразу сливочного масла. Такой вот кусочек тут хороший. Все, не закрываю. Здесь где-то кнопка. Так, не упадет она, не упадет. И ставлю. На режим молочная каша. Так, ставлю на 12 минут. Все, а, и старт надо. Все, пошла готовить она. Так, тут что? Нифига оно не обжаривается, оно не обжаривается. Ну, еще буду ждать. Представляете, как мощи не хватает. Сейчас раз поверну. Оп, 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 оп. Оп, видите, оно как бы побелело, но не поджарилось. Еще и, ой, еще и поприлипало. Видите, оно не поджарилось еще. Я хочу, чтобы немножечко оно, ну, пусть еще пару минут прилипло. Да, надо забирать, сдачу новую сковородку и не страдать сильней. Так, ладно, все переворачиваю. О, ну, хотя бы так пойдет, нормально. Все на максимальном огне. Вот, все с другой стороны обжарится, я убираю. Ой. Вот так скину я их. И масло не доливаю, я буду здесь жарить лук и морковку. О, ну, так. Так, все, пошли овощи. Есть перец сладкий, болгарский, но я не буду его добавлять. Все на максимальном огне продолжает. Тут немножко шкварочки прижарочки пристали, но оно сейчас должно отойти немножко. Все, жарю, да, слегка золотистого цвета, чтобы оно мягенькое стало. Так, ребят, мне все уже поджарилось и начало уже прилипать. Смотрите, кроме слетаны я хочу сюда добавить томатную пасту. Я открыла свою домашнюю. Вот так она у меня выглядит, ребят. Томатную пасту. Буквально вот одну прям полную ложку. Чайную достаточно будет. А, вот все, из крышечки уберу. Хорошая. Перемешиваю. Вот, теперь сюда добавляю сметану. Ой! Так, наверное, не все, это много будет. Снова перемешиваю. Ой! На плиту ляпнула. Вот, ладно, еще чуть-чуть. Вот так. И сейчас долью водички и верну сюда курицу. Потом специи добавлю. Вообще жирновато, если честно, получается. Так. Водичка. Ну, как всегда, в чайнике, блин, нет воды. Ну, тогда из фильтра. Вот так пока. Такая красота, смотрите, получается. Так. Курицу я не солила, пока ничего не солила, не трогала. Вот. И возвращаю сюда свои кусочки. Да, они не сильно у меня зажарились так. Да что я вот так вот прям. Опа! Вот. Раскладываю их равномерно. Достаточно такого количества жидкости пойдет. И теперь сюда... Сейчас дверь закрою. И сюда добавляю я соль. Пока максимальный огонь стоит по-прежнему. Не надо, чтобы оно все закипело. Ой, а красивый цвет получился, да? Так, еще чуть-чуть. Все, соль. Добавляю перец. Делаю черный перец. Вот. Том, я еще хочу сюда добавить этот... Сейчас. Чеснок гранулированный у меня есть. Они свежие, я не хочу чистить. Гранулированный добавлю. Вот так прям хорошенечко. Так, убавляю огонь. Вот так вот. Так, а еще какую-то специю сюда. Для курицы есть у меня. Немножко добавлю. О, вот так, хорош. Все. Сейчас я все перемешаю. И накрываю крышкой. Блин. Ляпнула. Ё-моё. Ну, Юля. Уделала все на свете. Потому что надо аккуратненько. 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 Вот так вот. Все. Разравниваю, выравниваю. Крышкой накрываю. И пусть тушится на медленном огне. Так, полчасика прям. Чтоб оно прям мягенькое было. И все. Так, крышка есть. Все. До встречи. Все, ребята. Гречка готова. Мультиварка отключилась. Опа. Вот такая вот получилась гречка. Пойдет. Нормально. Все. И тут у меня все тушится. Смотрите. Опа. Такая красота. Такая красота. Такая красота. Такая красота.